Что может привести к ухудшению зрения? Какие надо предпринимать меры, чтобы не портилось зрение? Знаете о специальных упражнениях для глаз? Смотрите видео до конца, узнаете, как можно поддержать свое зрение. Хорошее зрение – важный фактор полноценной жизни, ведь около 90% информации человек получает благодаря глазам, но в течение жизни зрение слабеет, ухудшается. Что может привести к ухудшению зрения? В том, что постепенно орган зрения начинает работать не так интенсивно, отмечается снижение остроты зрения, ухудшается четкость видения, во многом виноват сам человек. Причины ухудшения зрения – зрительное утомление, обусловленное возросшей нагрузкой на глаза, использованием экранов телефонов и мониторов, недостаточное освещение рабочего места, неправильное питание, недостаток витаминов и минералов, необходимых для укрепления и восстановления сред глаз, проблемы с зубами, воспалительные заболевания в полости рта и хронические инфекции в носоглотке, небольшая физическая активность, что приводит к застойным явлениям во всех органах, включая и глаза. Генетическая предрасположенность, наследуются проблемы с глазами и склонность к их развитию, поэтому следует уделять особое внимание тем, у кого в родне имеются глаукома и катаракта. Частое посещение бани, пребывание в условиях высоких температур, расширяются сосуды глазных яблок, что приводит к ухудшению зрительного восприятия. Наличие заболеваний, при которых нарушается микроциркуляция, отмечается склонность к повышению вязкости крови, например, сахарный диабет, гипертония. Перед продолжением видео приглашаем подписаться на канал, чтобы всегда знать о наших новых выпусках. Какие надо предпринимать меры, чтобы не портилось зрение? Для сохранения зрения необходимо выполнять несложные рекомендации, но придерживаться их по жизни, чтобы не происходило резкого ухудшения зрения. Вот эти правила. 1. Защищать глаза от яркого света. Это касается как солнечного излучения, так и искусственных источников. 2. Сумерки снижать яркость мониторов, чтобы не было контраста. Это вредно глазам. 3. Не работать на компьютере в темном помещении. Обязательно включать общий свет. 4. В городских условиях увлажнять воздух в комнатах. Закапывать в глаза увлажняющие капли. 5. Чаще бывать за городом. Гулять в лесу или парке, чтобы улучшать интенсивность кровообращения и увеличивать поступление кислорода клеткам. 6. Отказаться от курения и ограничить прием алкоголя. Никотин и этиловый спирт токсически действуют на зрительный нерв, вызывают спазм сосудов сетчатки, приводят к ухудшению зрения. 7. Правильно питаться. Использовать продукты с повышенным содержанием витаминов А, С, Е. Для лучшего усвоения жирорастворимых витаминов добавлять растительное масло. 8. Работая за компьютером, читая книги и просматривая бумаги, не следует забывать о расстоянии между глазами и экраном или страницами, а также достаточном освещении. 9. Правильная работа глаз определяется деятельностью глазодвигательных мышц. Чтобы они работали в нужном режиме и обеспечивали ясность зрения, их надо тренировать. Ведь когда человек смотрит в монитор, они практически не работают. 10. Напишите в комментариях, что вы делаете, чтобы сохранить зрение. 11. Знайте о специальных упражнениях для глаз. Гимнастика для глаз – это тренировки глазодвигательных мышц. Вот какие надо выполнять упражнения, чтобы сохранить зрение. Сначала сильно зажмуриться, потом открыть широко глаза, повторить несколько раз. Часто моргать в течение 20 секунд. 12. Поочередно смотреть вдаль и прямо перед собой. Смотреть то вверх, то вниз, потом вправо и влево. 13. Рисовать глазами разные фигуры, делать вращательные движения. 14. Повторять небольшой комплекс упражнений необходимо каждые 40 минут при работе за компьютером целый день. Про упражнения для глаз не забывайте, смотря телевизор или читая долго книгу. Поддерживать зрение в порядке несложно, просто выполняйте наши рекомендации, делайте упражнения для глаз, больше двигайтесь и правильно питайтесь.